Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мысли вслух» и сегодня мы поговорим о том, как сохранить свою молодость и здоровье, об осанке и как профессиональный спорт влияет на нашу с вами жизнь. В гостях у нас заслуженный доктор Чувашской Республики и главный врач Федерального центра ортопедии и травматологии города Чебоксар Николаев Николай Станиславович. Николай Станиславович, здравствуйте! Здравствуйте, Юля! Здравствуйте всем! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Аксары опубликовал более 50 научных работ, в том числе учебное пособие, имеет два патента на изобретение. Уважаемые гости, я вас приглашаю к нашей дискуссии, задавайте вопросы, говорите свое мнение. И мне хотелось бы, прежде всего, Николай Станиславович, спросить вас не как травматолога, а как педиатра. Я знаю, что по специальности вы детский врач. Как сохранить нам, собственно, здоровье наших детей, потому что начался школьный у нас период, сейчас все сели за парты. И вот главный вопрос, как у нас определить, есть ли какая-то проблема со спиной у ребенка, и как не допустить этих проблем? Ну, я думаю, что в прошлом каждый из нас школьник, и примерно все эти этапы в жизни проходили. Я думаю, что каждый родитель, он, как и наши родители, в свое время заботились о нашей осанке. И на самом деле правила просты. Я считаю, что в первую очередь это правильное положение за письменным столом должен быть достаточно жесткий стульчик, чтобы он не был вращающимся, с прямой спинкой. Сейчас очень много всевозможных ортопедических приспособлений, в том числе и ортопедических подушек, которые, скажем так, подпирают спину в правильном положении. Нужно, чтобы глаза находились от уровня письменного стола на расстоянии 30 сантиметров не менее, чтобы стол письменный находился рядом, желательно, с естественным освещением. Ну и чтобы ребенок, скажем так, занимался физкультурой и укреплял спину. Особенно это важно для подростков, когда происходит бурный этап развития скелета, мышечной системы. Вот, мне кажется, это элементарное правило, которое просто нам нужно соблюдать. А для взрослого человека это тоже актуально? Тоже должен быть стул жесткий? Для взрослого, наверное, уже нет. То есть это все-таки больше актуально для наших детей, когда именно идет бурный рост. Вот мы все замечаем, что такой период у детей бывает там в младший школьный период, когда вот за лето они вырастают, и иногда это 2-3 сантиметра. Тем более в период акселерации в наше бурное развитие это абсолютно нормально, когда дети так бурно растут. И у подростков, в том числе, у девочек это чуть раньше, в 11-12 лет, у мальчиков в 13-14 лет, опять-таки в период бурного роста костно-мышечной массы. А вот нам так очень любят продавать стулья, которые откидываются назад, говоря о том, что ребенку нужно отдыхать. Что вот он писал, писал, работал за компьютером, и нужно расслабиться. Есть такой момент, или это все-таки маркетинговый ход, чтобы просто покупалось? Знаете, вот понятие отдыха, оно настолько, так сказать, сейчас изменено, на мой взгляд. Раньше чем мы занимались, как мы отдыхали? Мы уроки сделали, домашнее задание, и все побежали во двор. Смена действий. С утра до вечера там. На свежем воздухе играли вместе. Сейчас немножко как-то все по-другому. Дети, конечно, больше находятся за компьютером, за гаджетами всевозможными. И я даже за своими детьми частенько замечаю. Не должно быть вот такого тотального увлечения. И поэтому мы говорим, что детей нужно отдавать в спорт. И спорт – это хорошее и времяпровождение, и укрепление здоровья. И в целом для дисциплины подрастающего поколения, для формирования личности, на мой взгляд, это замечательная деятельность. Поэтому нет такого понятия, как откинуться и отдохнуть на кресле. Все-таки наши дети ведут разнообразный образ жизни. Школа, кружки всевозможные, занятия. Я понимаю, что нагрузка у всех в школе очень большая. Действительно, сейчас домашнего задания очень много, на мой взгляд. Но вместе с тем, дискуссия в обществе идет, чтобы дети учились пять дней в неделю. Чтобы был дополнительный урок физической культуры, третий в школе. Наверное, да, это абсолютно нормально для того, чтобы не сидеть целыми днями за учебниками, за компьютером и за какими-то другими вещами. Так, у меня много вопросов. У вас есть вопросы? Ну да, у меня один вопрос. А как научить детей сидеть? То есть надо стоять над каждым? Или это должна быть какая-то политика в школе должна, она также продолжаться? Потому что мы все понимаем, что большую часть времени они проводятся в школе. И придя домой, это уже доучивают уроки. Потому что в течение дня они там перерывы какие-то уже начинают учить. И дома уже не хочется стоять над ними и заставлять держать спину. Я считаю, что это обоюдная ответственность, как родители, так и школы. Надо понимать тоже некоторые особенности. Вот сейчас классы все заполнены. По 30 с лишним человек ведь в классе учатся. Это примерно такой же период, как мы с вами учились. И вот дискуссия в обществе. Вторая смена. Нужна она, не нужна. Плохо это или хорошо. Но, не знаю, мое поколение практически все училось во вторую смену. Мы выросли нормальными, полноценными людьми. Я себя не считал каким-то ущербным по этому поводу. Поэтому я думаю, что, конечно, азы должны быть в школе. А потом в последующем родители обязательно должны следить и смотреть, каким образом ребенок сидит за столом. Потому что если мы с вами не будем поправляться, а кто будет это делать? Ну, спорт, наверное, тоже основной момент, который помогает развить. Если тренер этому тоже уделяет внимание. Конечно, конечно, безусловно. Во-первых, есть специальные виды спорта для укрепления мышечного скелета, для формирования и укрепления мышц глаз. Например, настольный теннис очень хорошо помогает именно восстановить зрение, у кого есть такие проблемы. Это действительно так. Я думала, только на реакцию. Но в то же время влияет на осанку. То есть вот у меня сын занимается настольным теннисом, и я прекрасно понимаю, что у него идет искривление в сторону. Ну, видимо, да. Очень тяжелее, в руку играть. Такое привычное положение там за теннисным столом, наверное, может быть, это и сказывается. Но мы ведь как раз и говорим о том, что должно быть гармоничное развитие, да, не должно быть какого-то перекоса. Если ребенку нравится, мне кажется, надо поддерживать это стремление. Человек, который успевает и в спорте, и в школе, он в любом случае, на мой взгляд, будет расти, ну, скажем так. Есть какие-то приспособления, вот, чтобы одевались корсеты или что-то вот такое наподобие, чтобы можно было не переживать, как ребенок. Это уже лечебные мероприятия, когда уже есть нарушение осанки второй, третьей степени, когда вот этот этап профилактики, он пройден. То есть в качестве лечебных мероприятий, да, есть специальные корсеты. Ну, я думаю, это уже крайняя степень, это занимаются исключительно профессионалы. Не думаю, что нужно нашим телезрителям доходить до такой стадии заболевания. Ну, наверное, сейчас детство наших современных детей, оно немножко отличается от нашего. И даже вспоминая, когда я был школьником, время, как провести время отдохнуть, ну, время отдыха вообще не обсуждалось. То есть быстро доделать уроки, как правильно сказал Николай Станиславович, и выйти на улицу погулять. И, наверное, во многом наше физическое развитие, оно формировалось именно там. То есть эти были различные спортивные игры, постоянно в движении находились. И все равно мышцы, наверное, ребенка, который находится постоянно в физической активности, и который менее, скажем так... Сидит за гаджетами. Да, проводит время на улице или за спортивными тренировками. То есть они немножко отличаются. И, конечно, безусловно, родители при выборе мебели или освещения, они должны максимально, скажем так, комфортные условия создать для ребенка. Но именно мышечный корсет, физическое состояние ребенка, я считаю, что он как раз формируется на спортивных тренировках. Так, и что делать? Отбирать компьютер, телефон? Отбирать компьютер, наверное, сейчас уже не представляется возможным. И этого делать, наверное, даже и не нужно, потому что наш мир сейчас, он... А как корсет поддерживать? Загружать физической нагрузкой, отдавать в секции? Ну, смотрите, Юля, я думаю, что вот можно, как один из вариантов, да, все-таки человек формируется, начиная с младшего возраста. Вот в начальных классах попробовать с ребенка, сказать, в одну секцию, во вторую, в третью. И посмотреть, к чему есть предрасположенность, что ребенку нравится, каким видом спорта заниматься, да, или просто, так сказать, даже если это не спорт, но хотя бы какое-то увлечение физическое. Как моей дочери ничего не нравится. Это сложнее, конечно, это сложнее. Проблема не начинается со школьного возраста, проблема начинается с рождения. Сейчас очень модно облегчать жизнь молодых мам различными ходунками, приспособлениями, прыгунками. Но ведь это, если смотреть по анатомическому, да, развитию, там, мы рождаемся, у нас подвижные суставы и так далее. И вот этими всеми приспособлениями мы что делаем? Мы детей калечим, по большому счету, потому что блокируются там забедренные суставы, неправильно формируются и так далее, и тому подобное. Потом мы хватаемся за голову, почему у нас дети перекошены. Я вот это стала понимать только со вторым ребенком, когда глубоко начали изучать человеческое тело, когда сама после травмы начинала восстанавливаться. Мы людей теперь лечим, то есть когда-то их калечили, и любой спорт, я думаю, вы согласитесь, что он несет, да, развивающую цель. Ну и большую нагрузку. Ну и большую нагрузку, и мало очень тренеров грамотных, которые не сломают ребенка, которые знают, как правильно растягивать, как правильно с ним заниматься. И уделяют внимание там, точнее, их вообще нет. Вот на моем, по крайней мере, опыте. Я никого не видела. Сейчас, ну, у вас. Нет, я в том плане, что спортивные достижения – это одно дело, а здоровье – это уже другое. Это нужно четко понимать, что отдавая спорт, мы должны осознавать, что мы там можем как и принести здоровье, так и угробить его. Да сколько должно быть тренировок у ребенка? Есть вариант, когда ребенка отдают в спорт и загружают его с утра до вечера, каждый день, он пашет, старается, идет на какой-то результат. Либо же нужно как-то все-таки в детском возрасте помягче быть, и это должно быть больше увлечением, чем профессионально. Мне кажется, изначально нужно разграничить два понятия – занятие физической культуры и занятие спортом и высоких достижений. Потому что это две разные вещи, на мой взгляд. Абсолютно как бы вот два направления, которые даже не конкурируют между собой. Ну, в первую очередь, надо, наверное, расставить акценты правильно. Это касается образования в школе, например. Очень много зациклено не на физическое развитие их, а только на предметные аспекты. И причем даже, вот я вам скажу не понаслышке, что успех в спорте у них уже не в авторитете. Вот моей дочке в прошлом году за успехи в спорте школа дала грамоту, и она ей не обрадовалась. Потому что это в их обществе, это не престижно. А что престижно? А престижно там на Олимпиаде какой-нибудь по математике, там еще что-то. И тут идет перегруз в этом направлении такой степени, что они просто засиживаются за этими партами и мало двигаются. Ну, а чтобы они двигались, я считаю, что в системе образования нужно создавать среду. На сегодняшний день разные форматы развития детей. То есть сейчас наши дети, они все больше и больше в социальных сетях, в компьютерах. Они не объединяются в группы для того, чтобы ходить играть во дворе. И привлечь их, просто как-то заставить это невозможно. Поэтому, чтобы ребенок был физически активен, мы их отдаем в спортивные секции еще куда-то. Поэтому не принципиально, чем ребенок будет заниматься в спортивные секции, или просто бегать с утра до вечера на улице во дворе. Ну, я так образно говорю. Самое главное, чтобы он был активен. Вот задача номер один. Быть активным. А каким образом мы это достигнем, это уже второе дело. Николай Александрович, а как быть, если уже искривление позвоночника есть, сколиоз уже есть? Ну, тогда, конечно, это уже работа профессионалов, докторов. Как правило, нарушение осанки, сколиоз у здоровых, относительно здоровых детей, которые не имеют предисположенности уже к идиопатическому сколиозу, который требует хирургического лечения. Это все лечится консервативно. То есть, есть специальный массаж лечебный, физиопроцедуры, плавание, бассейн и так далее. Конечно, это лечение длительное. Да, корсета терапии та же самая. Это не так просто исправить уже осанку третьей, четвертой степени. Но это возможно. То есть, этим нужно будет заниматься. Но есть заболевание, заболевание, которое, как правило, у подростков проявляется именно вот в этот период, так называемый идиопатический сколиоз. Это заболевание связано вот с неким врожденным состоянием, то есть на уровне генов, когда имеется пластичность мягких тканей. И тогда вот быстро нарушается нарушение осанки, дальше идет сколиоз. То есть, мы видим, например, приходят к нам мамы, как правило, страдают этим больше девочки. Мы, говорит, заметили, что у нашей девочки, допустим, лопатки не на одном уровне. Одна лопатка ниже, там, на 2 сантиметра, чем другая. Делаем регинограммы позвоночника и видим, конечно, тяжелое искривление. То есть, не сразу родители, к сожалению, замечают вот эти проблемы. А как заметить? Самое элементарное, если ребенок стоит прямо, и плечи находятся на разном уровне. Вот это самый первый признак того, что действительно есть тяжелое нарушение осанки. Это еще не очень страшно, еще как бы можно исправить все. Опять-таки, нужно прийти на прием к доктору и посоветоваться. Что нужно сделать, чтобы попасть к вам, к специалисту и показать своего ребенка? Детей мы принимаем без направления, достаточно обыкновенный полис обязательного медицинского страхования. Желательно предварительно позвонить в регистратуру нашей детской поликлиники, записаться на удобный прием для родителей. И для удобства мы даже сделали прием в субботние дни. То есть, в субботу до обеда наша поликлиника тоже работает. Мама была занята. Да, поэтому это не вопрос. Николай Александрович, сразу скажите, а если вот вовремя не исправлять сколиоз, то к чему может привести? К тому, что потребуется хирургическое лечение, к сожалению. Да, то есть, но надо понимать, что хирургическое лечение – это последняя стадия лечения. Мы устанавливаем достаточно сложные металлоконструкции, которые остаются, по сути дела, навсегда у ребенка. Поэтому желательно до этого не доводить. Вот. Эта статистика, она имеется, она очень небольшая, к счастью, но такая проблема существует. Но связанное это с нарушением. У здоровых детей тяжелой степени сколиоза практически не бывает и не должно быть. Да. Это вот только если мы уж совсем запустили ребенка. Да. Все-таки как бы организм устроен так, что он в какой-то степени сам себя компенсирует. Но у меня была внучка, которая закончила 11 классов. С 1 по 11 класс, вот может быть, с этим как раз и связано, что у девочек больше нарушений осанки, чем у мальчиков. Они носят портфели. Мальчики в основном носят рюкзаки, где нагрузка распределяется сразу на весь позвоночник, как бы равномерно. А портфель, конечно, она носила всегда в одной руке. Как бы девочки, стесняясь вот такого рюкзака, носят аккуратные красивые портфельчики. Но этим они себе вредят. Вот что делать с ними теперь? А может быть, есть какие-то ортопедические ранцы? Потому что... Найти мальчик, который будет носить портфель. Прекрасный способ. Сейчас в школу разрешается приходить только с ранцем. С портфелями сейчас просто не разрешается. И с сумкой нельзя? Это раньше было. Проблема, которая, скажем так, затрагивает многих наших школьников старшего возраста. В таких случаях, если мы замечаем нарушение осанки, надо все-таки проводить лечебный массаж. Он во многом способствует нормализации тонуса мышц спины, формированию правильной осанки. И мы, как правило, рекомендуем занятия все-таки в бассейне. Бассейн, плавание очень хорошо восстанавливает ось позвоночника за счет того, что мы тренируем мышечный корсет позвоночником. Вот поэтому там нехитрые такие вещи, которые достаточно быстро могут способствовать нормализации ситуации. Я вот считаю, что в основном вот эти все проблемы, это как бы должны исходить от родителей. То есть родители должны контролировать весь этот процесс. Потому что в наше время такое родители как бы все равно мало времени уделяют своим детям. Они как-то надеются на школу, надеются, если даже они пойдут в какую-то секцию, будут заниматься спортом. Они думают, что все за них сделают. То есть и школа что-то сделает, и сделают тренера. А это все надо контролировать и смотреть, как ребенок сидит, как он смотрит телевизор, на каком расстоянии, как он сидит, как он кушает, как он делает уроки. Это все надо контролировать. Вот у меня маленький сын второй, я все это делаю в игровой форме с ним. То есть у меня есть отрицательный герой и положительный. Я ему на ночь постоянно рассказываю сказки, говорю, вот один мальчик у нас такой, плохой, он неправильно сидит, неправильно смотрит, а другой есть хороший. И вот он говорит, плохой, это вот такой, а я хороший, он мне говорит. И как бы на этом, постоянно в игре, когда ребенок, вот сказки, игра, приходишь, все начинается как бы в садике. Вы говорите, ну там воспитателей детей очень много, некоторые бывают группы объединяют, и воспитателям тяжело что это сделать. И поэтому я считаю, что родители сами должны контролировать и закладывать вот эти основы дома. Как бы физическая подготовка на разном возрасте, в младшем возрасте она все равно похожа во всех видах спорта. Это укрепление мышечной корсета, чтобы особенно были хорошо развитые мышцы спины. Вот почему, говорите, вы сказали, что девочки, вот носит она, не за это у нее, это как бы один из факторов, то, что у нее появилось нарушение в осанке. Никто же не смотрел, как она сидит за партой, как она учит уроки, как она смотрит телевизор, как она кушает. Это все же, как бы, я уже, как говорю, составляющая, я считаю. Из-за того, что она в школу ходит и в одной руке несла портфель, я не считаю, что это сразу у нее только из-за этого нарушилось. Это как бы один из фактов того, что это привело к нарушению. А с тренерами, конечно, у нас большая проблема. У нас хороших тренеров очень мало по любому виду спорта. И тренера должны быть высококвалифицированными, очень грамотными. Это как бы большая, очень большая проблема, как и в городе Чебоксарах, в Чувашской республике, так и по всей России. Также проблема у нас со школьными учителями физкультуры. Потому что, ну, два урока физкультуры – это хорошо. Но, понимаете, вот преподавать предмет надо правильно, чтобы дети все выполняли упражнения правильно. Все любое физическое упражнение ребенок должен выполнять правильно. Если он его не будет выполнять правильно, значит, у него не будут задействованы все мышцы. Значит, какие-то мышцы будут работать, какие-то не будут работать. Мало ему показать, надо исправить ошибки, которые он делает. Тогда у него какой-то будет прогресс, и он будет добиваться каких-то успехов в любом виде спорта. Тоже не согласен с вами, когда вы сказали, что у вас сын занимается теннисом, и только из-за этого тенниса у него проблемы. А вы смотрели, как он у вас телевизор смотрит, как он кушает, как учит уроки? Да, конечно, смотрел. Во-первых, тут много говорят спортсмены и танцы. Я бы сказал, что танцы – это танцевальный спорт на сегодняшний момент. И это спорт действительно не самый простой. И я вот тут сижу, со стороны наблюдают, что мальчик нес там портфель девочки. Я думаю, опять про танцы, потому что в танцах, как правило, мальчик с девочкой танцует. То есть мы занимаемся парными танцами. Здесь можно уходить в полемику, какие тренеры, какие родители. То есть у нас основная цель и тема сегодняшняя – обсудить, как мы все-таки должны увидеть вопрос в ребенке, что должно быть первым сигналом. И, наверное, как поэтапно. Я для себя тоже выхватываю, как тренер, понимая, что действительно в детстве это нужно отдавать в гимнастику, в плавание, чтобы гармонично развить, пока не определились с тем видом спорта, который дальше будет, наверное, по жизни. Я как тренер, я тоже начинал с того, что у меня сын танцевал. Я смотрю, ну, не его. То есть я ему тоже дал право выбора, я говорю, выбирай твой вид спорта. Ну, вот настольный теннис он выбрал, и я очень рад, что он двигается в своем направлении. И, соответственно, сразу тоже обговорили, что если уже заниматься, то надо заниматься. А не так, как мы же тоже в свое время много чем позанимались. То есть, слава богу, кривая вывела в правильном направлении каждого из нас, я надеюсь. Потому что большинство моих одноклассников, они позанимались массой видов кружков, не буду про виды спорта говорить, и в итоге ни о чем. То есть где-то действительно они себя нашли, а кто-то и не нашел. Вот здесь важно, конечно. Ну, с другой стороны, мне кажется, в этом ведь ничего плохого нет. Как раз вот надо ребенку предоставить возможность попробовать все. А у меня вот другой такой вопрос. А вот мы не задумываемся, да, иногда порой бывает. Посмотрите, когда мы росли, по сути, в каждой квартире был небольшой турник. Да. Вот я как мальчик, я помню, да, у меня в квартире был. В дверях, наверху. У кого сейчас есть вот эти элементарные турники, шведские стенки? Опять же. Не в каждой семье, к сожалению. Но это тоже очень важный элемент нормального, гармоничного, полноценного развития ребенка. Начиная вот с раннего возраста. Смотрите, опять же, мы приходим к культуре. К культуре, развитие нашей культуры. Потому что у нас нет, к сожалению, в обществе культуры питания, культуры физической активности. Нет. Это наша глобальная сейчас проблема. У нас не принято быть здоровыми ближе к 40 годам. Ну, обычно... А какая культура у нас есть? Если мы не будем, да, примерами сами для своих детей, у нас не получится ничего, мне кажется, в этой жизни. Мне кажется, ситуация меняется. Ситуация меняется к лучшему. Нет, сейчас, да, сейчас очень модно быть в спорте, быть здоровыми, ходить в клубы. Да, посмотрите, сколько у нас в городе. Да, это диетологи. У нас в Чебоксарах занимается 2% в фитнес-клубах. Два. Два. Да, у нас была статистика. Но абонементы есть у всех. Абонементы есть у всех. У меня нет. Абонементы занимаются два, да. У вас есть турник, наверное. Я к тому, что мы должны сами нести ответственность в том плане, что движение – это жизнь, это да. И то, что каждый день нужно прививать к культуру двигательной активности. То есть, если мы утром сделали зарядку, без разницы, с детьми, после обеда, пришли мы в школу, что-то с ними поделали. Все, наш позвоночник дышит, наши суставы уже что-то двигают и так далее. Потому что иначе мы приходим к тому, что нам 40, у нас отваливается сзади, болит спереди, колени ломит, хвост отваливается и так далее. И все мы, к сожалению, в 60 лет я очень вижу мало людей, которые действительно активны и не больны. У нас проще прийти к доктору, который выпишет тебе лекарства, помажет. И на время это все снимется. Вопрос в чем? Очень часто еще и к доктору-то не идут. Вопрос в том, что мы сами к этому приходим. Ну, я говорю о наших родителях, неважно, я работаю с такими людьми, мы все видим это. В любом случае, все мы должны понимать, что все лечится движением, правильным движением. Мы должны прививать это и детям, и сами показывать такой пример. У каждой в семье какие-то привычки. Например, в воскресенье мы собираемся со столом. Это хорошие привычки бывают разные. Да, но можно сделать другую привычку. То есть собственным примером утром делать элементарную зарядку. Например, это хороший пример, это хороший пример. Выглядеть, заниматься спортом, хороший пример, хороший. Дети впитывают как губки ту среду, в которой они растут. Вот и все. Все зависит от нас самих. Вот, в принципе. Ну, это, конечно. Ответ найден. Это программа «Мысли вслух». И мы продолжаем разговор с нашим гостем Николаем Станиславовичем. Мне кажется, все-таки нам есть с чем сравнить. Вот когда я рос, особенно в 90-е годы, я помню там своих сверстников, своих друзей, с которыми мы до сих пор общаемся. Тогда спорт все-таки был не очень сильно популярен. Сейчас вот здоровый образ жизни, когда ты красивый, это модно. Быть успешным сейчас модно. Поэтому я согласен с тем, что много делается для того, чтобы наши дети развивались. И на спортивных площадках, которых во дворах стало достаточно много, да. И в школах мы обновили спортивный зал, опять-таки те же самые комплексы. И секций очень много появилось всевозможных. Выбрать есть из чего. Конечно, есть, да. Но действительно, ведь золотое правило – это быть активным. Неважно. Вот 10 тысяч шагов, 5 километров нужно пройти. И даже можно элементарный подсчет сделать. Есть у нас у ортопедов такое понятие, как индекс массы тела. То есть, насколько мы гармонично развиваемся. То есть, это когда мы свой собственный вес делим на рост в квадрате. Если этот индекс массы тела от 20 до 30, то есть, мы не выбиваемся за какие-то пределы. До 25 даже. Если свыше 30, это говорит о том, что есть проблемы. Мы накапливаем излишний вес. У нас не все хорошо в организме. И с этим нужно что-то делать. Вот поэтому каждый для себя правильно должен принять решение. То есть, насколько он хочет быть здоровым, полноценно развитым. И, скажем так, быть примером для своих детей. Если мы это не сделаем, конечно, кто за нас это сделает. Я совершенно согласен с Сергеем, что мы больше времени должны уделять собственным детям. Следить за тем, как они делают уроки. Насколько они активны. Чем они вообще занимаются. Какое расписание у ребенка. А мы сработали. Потому что не все даже знают, какое расписание у своего ребенка. Чем он занимается на протяжении дня. А ведь это действительно большая социальная проблема. В пользу случая поблагодарить Николая Станиславовича за профессионализм, который они проявляют в этом Федеральном центре травматологии. Я сам там, мне самому там сделали две операции. Да. Очень важно спортсменам ощущать вот ту поддержку врачей. Ведь очень многое зависит вообще от настроения, от настроя. Когда приходишь к врачу, и он говорит, что тебе там все плохо. Когда к обычному травматологу приходишь, где-то в поликлинике у себя, и он там нагонит такую жуть, и что думаешь вообще. И начинаешь думать, зачем я пошел в этот спорт, как же теперь дальше жить. Далеко не все такие, конечно. А когда приходишь... Это как раз-таки вопрос к врачам, потому что чуть что, чуть ребенок расти начал, чуть у него там сердечко не так, все, бросай спорт, давай, это тебе вообще активность, активность всякая, ну, противопоказана. А вот мы же говорим, ребенок растет, он вырастает иной раз, у него руки, ноги вырастают, он, конечно, становится... Согласен, перегибы существуют. Идут. И, как правило, у нас в стране бывает после какого-то несчастного случая, да, и пошла директива там сверху вниз, там, без разбора. Конечно, нужно индивидуально подходить. Нет, тут тоже зависит от тренера. То есть тренер должен, ну, наверное, так же вот спокойно, как вы в начале программы объясните о том, что есть элементарная физиология, рост, он связан там с формированием и внутренних органов, и мышечная ткань формируется по-другому в этот момент, то есть она еще не успевает за костями, там, за скелетом. И, соответственно, мы тоже должны говорить о том, что перестав заниматься, если он еще профессиональный, я вот просто в дополнение по этому вклинился, здесь мы навредим человеку, потому что, ну, в спорте полгода, год перерыв, это, ну, очень существенный перерыв. Человек, перестав заниматься, он набирает массу, да, и ему тяжело вернуться в этот спорт, потому что как только ребенок втягивается, а сейчас основная ситуация в том, что вот этот мотиватор, спорт как мотиватор, да, он появляется, когда у ребенка начинает получаться, когда уже у него классный тренер рядом, когда у него получаются результаты, когда он выезжает на соревнования, когда у него уже там, то есть необязательно в своей жизни. Вот он, живой пример, надо спросить. Каковы ощущения? Пытаемся спросить. Профессионального спортсмена. Ощущения? Да. После травмы, на самом деле, очень сложно вернуться, психологически в первую очередь. На самом деле, большое спасибо вручают нас. У нас ряд фанатов, Николай Савиславович. На самом деле, так, приходишь, очень приятно приходить в Федеральный центр травматологии и ортопедии. Врачи все позитивные. Что значит позитивные? Позитивные. Ну, на самом деле, шариками встречают. Ну, не так уж. Давай, конечно. Давай. Отрезать, конечно, они любят, но в первую очередь не отрезают. Помогают. Когда надо, отрезаем, конечно. На самом деле, огромное спасибо, потому что было много случаев в сезоне. Сезон очень долгий, и периодически без травм, микротравм никак вообще не обходимся мы. На ноги вставят. Огромное спасибо вам за это. На самом деле, сейчас, мне как кажется, в России много делается для спорта. Очень много спортивных площадок открывается. Разных других каких-то видов спорта очень много. Получается, все для детей, в принципе, делается. Главное, чтобы родители наставили на путь истинный. Мы просто не пользуемся. Да, мы сами просто не пользуемся. Все бесплатно. Раньше мы вот приходили в баскетбольный зал, был у нас один хороший мяч на всех. Один мячик. И мы радовались, когда нам тренер давал, вот, пожалуйста, поиграйте им. Мы очень радовались. А сейчас все, во всех школах все это есть. Инвентарь все это есть. Занимайся, пожалуйста. Главное, чтобы родители, в первую очередь, мне кажется, наставили на этот путь. Вот отлично было бы вообще в спортивных секциях давать такие тренировки, изредка которые восстанавливают, которые компенсируют силовую нагрузку и нагрузку на суставы. За наш мышечный корсет отвечают не внешние мышцы, крупные, как мы привыкли понимать, что мы сейчас там, у нас скачки любят они вот это делать. А глубокие мышцы, которых намного больше, которые важны, которые отвечают за наш поворот и движение, которые держат нашу спину и так далее. То есть вот эти вот моменты, мне кажется, они очень важны, потому что, ну... Как восстановиться спортсмену? Быстро. У них же график очень жесткий, я так понимаю, правильно? Тренировки, тренировки, тренировки. Когда восстанавливать организм? Ну, достаточно одного раза в неделю, да, комплексные тренировки, такой качественные, где мы включим, там, проработаем глубокие мышцы, там, проработаем на раскрытии суставов, там, правильно проворот и так далее. Ну, это очень такая тема, уже глобально мы отойдем. И мне кажется, если вы, спортсмены будут компенсировать силовую нагрузку, все будет работать комплексно, и вот этих травм уже можно будет... Сбежать, да? Сбежать, потому что, ну, вот в моей сфере мне это очень сильно помогло, вот просто. Как-то медицинский можно сказать? Суставная растяжка? Ну, такая глубокая суставная растяжка. Суставная гимнастика, но, опять же, нужно понимать, что суставная гимнастика, она бывает разной. Бывают разные тренера, бывает разный уровень подготовленности тренера и так далее, который может вам суставную растяжку, гимнастику, грубо говоря, дать. Вот с такими вот рывковыми, где сустав испытывает там нагрузку очень мощную, а можно дать более вдумчиво, чтобы... А по ютубу можно посмотреть, когда мы самим растянули? Одним словом, не зря пять лет обучают на физфаке, как правильно заниматься физической культурой. Полностью выполнили свою программу. Ну, кстати, физвоз, я бы поспорила здесь, что там глубоко в это внедряются. Да, анатомия изучается, физиология, биомеханика, но, опять же, не учат человека управлять своим телом вдумчиво. То есть у нас же центральная нервная система, чувствовать мышцы и так далее. Но это глубокая тема, но мне кажется, это прям очень сильно важно. Я сам воспитыватель Чувашского педуниверситета, закончил факультет физической культуры. Вы знаете, что такое суставная растяжка? Вот глубокая, вы сейчас начали говорить. Вот команда у нас этим давно уже занимается, и уже три года этим занимается. И все мы эти мышцы все прорабатываем периодически. И вот все это внедрили наши преподаватели, которые у нас работают на усече физической культуры. Ну, опять же, зависит все от тренеров. Да, но есть преподаватели, которые владеют этим. Есть школы, которые образовывались еще на пике 80-х годов. Сейчас все двинулось намного дальше. Если мы сейчас подойдем к кинезиотерапевту современному, который уже там либо мануальному терапевту, и покажем старую школу, он скажет, нет, ребят, все по-другому, потому что мир не стоит на месте. Мы постоянно развиваемся, и какие-то устаревшие догмы, которые раньше использовались активно, сейчас нам скажут, нет, это неправильно. Там сустав перенагружается, или там мышцы включаются неправильно, и так далее. Это есть, на самом деле. А я вот не могу поспорить на тему того, что, может быть, это так же, как с ходунками. Всем тоже казалось, что это нововведение, которое ушло вперед прогресса, и что старые методы, они консервативные и неверны. А вдруг новые современные тренера, они, может быть, не совсем корректны, нежели старая программа нашего ЧГУ. Везде можно найти хороших специалистов, и везде можно найти колокольчиков. Но мы всегда должны стремиться к тому, чтобы самообразовываться и образовываться. Это вот золотые слова, я тут согласна. Потому что кто-то получил образование, грубо говоря, и на этом остановился. Наверное, если вернуться к теме нашего разговора и к тому, что сейчас говорилось, все-таки спорт высших достижений – это удел достаточно избранных людей. Их не так много, они как знаменосцы. И я думаю, что с ними работают достаточно серьезные тренера, они делают все эти вещи, о которых сейчас говорилось. А если мы вернемся к тому, что массово для детей, то прежде всего, как я уже говорил, это среда, это вовлекаемость их в это спортивное движение. И, как правильно было сказано, в первую очередь это идет от родителей. Это семья, в первую очередь весь фундамент их успеха жизненного – это семья. Как они относятся к его учебе, как они относятся к учителям, как о них высказываются. И отсюда у ребенка появляется и интерес, и усердие. Как бы все, я с третьего раза пытаюсь задать вопрос, как помогает медицина восстанавливаться спортсменам. Неважно, взрослым ли уже действующим нашей великой команды, либо же детям, либо, может быть, просто любителям. Раз спорт сейчас такой модный, и все ходят у нас на фитнес, а как бы не все знают, как правильно возможно заниматься. Есть ли какие-то способы, как себя быстро восстановить, именно вот в спортивной тематике? Вы знаете, вот если говорить о профессиональной медицине, да, все-таки мы имеем дело с последствиями уже, с каким-то конкретным травмами. Вот пришел к нам человек с такой жалобой. У меня болит сустав, значит, порвалась часть сухожилия и так далее. Здесь уже мы включаем всевозможные ресурсы для того, чтобы быстрее восстановить человека, или при помощи хирургических манипуляций, или при помощи консервативного лечения. Ну, я вот абсолютно согласен с Сергеем, наверное, что в любом случае, что в фитнес-зале мы занимаемся, что в спортивной секции. То есть должен быть тренер-наставник, который предупредит возможные травмы, который, скажем так, даст правильную методику занятия тем или иным видом спорта. И я абсолютно согласен со всеми нашими уважаемыми участниками сегодняшней дискуссии, что спорт высоких достижений – это действительно удел немногих людей. И вот мне, например, ходить на матчи наших спортивных ястреб подоставляет огромное удовольствие, потому что пройдя вот такие кульбиты, так вот бороться, да, это ведь, ну, этим надо заниматься, этим надо жить. Вот у них тренировки там 7 дней в неделю и так далее. Вот как они восстанавливаются? Я не знаю. Это их надо спросить. Как они быстро могут восстановиться после таких физических нагрузок? Потому что не каждому человеку дано выдержать эти физические нагрузки. Что вы пьете? Да, поэтому он же и называется спорт высоких достижений. То есть это может достичь, не каждый человек, это показатель того, на что способна человеческое тело. Вот как они восстанавливаются, я не знаю. Ходим в баню, массаж. Тоже это очень важно. У нас первый год появился массажист, и он нам очень помогает. Сборы у нас вообще очень легко прошли. На самом деле нагрузка очень серьезная. В бане, лед, не знаю, после тренировок, стрейчинг тот же самый. Ну, очень-очень немаловажно для восстановления организма после тренировки. А какое-то физиолечение, допустим. Физиолечение, ну, это в основном уже, когда там какие-то микротравмы или травмы происходят. Да, в физиолечение мы тоже ходим. А вы сами за какой вид лечения? Медикаментозный? Или вы согласны с тем, что все можно вылечить? Ну, не все, я не имею в виду там глубокие травмы, которые только хирургическим путем. Но любую травму, любую патологию можно вылечить движением. Вот какая политика у вас преимущественно в вашей работе? У нас нет опыта лечения серьезных заболеваний, только каким-то там гимнастическим упражнением или вот кинезотерапией, о чем вы говорите. Да, я примерно представляю, о чем идет речь. Но мы больше, наверное, делаем бор на физиотерапевтическое воздействие, потому что на сегодняшний день арсенал современного медицинского оборудования, он настолько велик. И действительно есть очень классные методики, там ударно-волновая терапия, глубокое проникновение всевозможных токов и так далее, да, которые быстро позволяют восстановиться спортсменам или просто человека, который имеет то или иное повреждение мягких тканей, сухожилий или даже в ряде случаев небольших переломов там, да, в легкой степени. То есть вот мы за интенсивность такую. Ну, может быть, наверное, все должно быть гармонично. То есть понятно, что физиотерапия или какой-то этап лечения занимает 30-40 минут, а остальное время человек может дополнять это лечение той же самой кинезотерапией. Ну, некоторые врачи, как говорят, завяжились же, но это как правило, да? Нет, значит, с этим не согласен. Наоборот, сейчас ведется активно ранняя реабилитация. Даже после наших серьезных ортопедических вмешательств мы ставим пациентов на ноги через 3-4 часа после операции. Представляете? Для того, чтобы он вертикализировался, для того, чтобы у него полностью восстановились функции, внутренних органов, для того, чтобы он не забывал элементарную походку. И вот такая активная реабилитация позволяет на седьмые сутки пациенту восстановиться. Вот наши зарубежные коллеги пошли еще дальше. Они выписывают этих больных после наших серьезных операций на третьи сутки. Даже без костыря отпускают. Это возможно. Действительно, сейчас вся медицина, она идет по пути вот такого интенсивного развития. Есть такая терминология, фаст-трек, то есть быстрый путь, когда человек достаточно быстро восстанавливается. Может, там страховка закончилась, денег нет? Нет. На третий день нет. Наверное, им очень страшно. Такое тоже важно. Ну, конечно, да. Есть свои особенности. Поэтому мы никогда не торопим наших пациентов. Те же пожилые пациенты, которые не могут быстро восстановиться, они требуют дальнейшей реабилитации. Мы их переводим на второй, на третий этап. То есть все должно быть индивидуально. Нельзя какую-то одну схему подгонять под всех. Я вот в этом глубоко убежден. В течение какого срока нужно к вам обратиться, чтобы восстановиться после травмы? То есть, понятно, если травма произошла сейчас, то лучше завтра же сразу обратиться. Но если, скажем, травма произошла несколько лет назад, то есть имеет ли смысл восстанавливать ее? Могут ли эти суставы восстановиться вообще в принципе? На что мы ориентируемся, когда к нам пациенты приходят? На жалобы, да? Что больного, вернее, ну или там человека беспокоит в первую очередь. Вот нарушение походки, там постоянная боль в какой-то области и так далее. То есть нужно ориентироваться на его самочувствие, на его проблемы. И дальше посмотреть, есть ли возможность помочь ему и каким образом. То есть у человека всегда должен быть выбор. Можно сказать, да, это восстановление требует длительного времени, усилий со стороны пациента, потому что сегодня уже несколько раз звучало, я в этом тоже глубоко убежден. Многое зависит от настроя, от того, как мы сами внутренне настроены. Если есть настроение на выздоровление, оно наступит рано или поздно. Если человек пришел с пессимистическим настроением и говорит, ну вот у меня тут все плохо, тут, знаете, один не помог, второй не помог, так и все сложилось не очень удачно, то, конечно, и нам с таким пациентом сложно работать. Поэтому я думаю, что вне зависимости от времени, какой-то травмы, надо прийти, объяснить ситуацию, и доктор, конечно, должен реально оценить возможности выздоровления. И даже если полного выздоровления не будет, то самочувствие улучшить мы, я думаю, во многих случаях можем. То есть мне хотелось бы в данной ситуации проговорить больше о тех приспособлениях, стельках, наверное, спортивных, именно спортивных, потому что для обычной жизни, ну это один вид стелек, да, то есть в обычную обувь, это может быть там обычная жесткая кожаная стелька, да, там. А в спортивную обувь, наверное, есть какие-то, ну, специальные приспособления, которые помогут это все дело нам решить. А можно сопутствующий еще вопрос сразу? Недавно, изучая, ну, человеческий скелет строения и так далее, наткнулись на исследование. На самом деле то, что человеку не нужен каблук, наша пятка, это наш природный каблук. Что развитие стопы у детей происходит примерно до 7-летнего возраста. Вот когда мы можем действительно повлиять на формирование правильного свода стопы. Все, что касается вот дальше этого возраста, это сделать очень тяжело. После 11-12 лет, когда формирование, когда, вернее, зоны окостенения стопи уже все сформировались, сделать со стопой, вот простыми стельками уже ничего не удастся. Вот оно как бы сформировалось по стопе, оно примерно будет сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Другое дело, да, компенсировать. Компенсировать мы можем. Для этого существуют индивидуальные стельки, салоны, специальные центры и так далее. Вот, поэтому, если говорить о том, чтобы правильно формировалась стопа, то я, конечно, настоятельно рекомендую, чтобы дети посещали детского ортопеда. Вот, значит, до 5-7 лет у нас есть возможность воздействовать на это активно и как бы поправить формирование стопы. После этого возраста, конечно, очень сложно сделать. Вот, сейчас много приспособлений, всевозможных туртеров, там, ортезов и так далее, стелек. Всем этим нужно пользоваться. По назначению врача, конечно, безусловно. Но кардинально изменить ситуацию, ну, знаете, иногда это бывает сложно. Да, компенсировать для активного образа жизни мы можем таким образом. Но кардинально, наверное, только при помощи каких-то хирургических мешательств. То, что касается каблуков, абсолютно верно замечено. Значит, вообще рекомендуется всеми гигиенистам мира надевать каблуки не более 4 сантиметров. Я спрячу. Почему? Потому что, когда наши девушки ходят правильно на каблуках, но они тем самым не замечают, что очень большое воздействие на связки, особенно внутренние связки стопы. И постепенно с возрастом, когда наши ткани, да, связки теряют свою эластичность и, соответственно, кости расходятся. Из такой миниатюрной стопы мы видим деформацию, которую женщины, как правило, потом уже после 40 лет приходят и говорят, вот мне необходимо хирургическое вмешательство. Какая жалоба, что некрасиво. Мы помогаем, не отказываем. Во многих странах женщины на работу ходят в кроссовках нормально абсолютно. И ко мне, когда приходят, я своим девушкам рекомендую, ходите в кроссовках. Это очень удобно, физиологично. И самое главное, это вы сохраните свое собственное здоровье. Детскую косолапость надо вот исправлять? Конечно, надо. Когда ли такие еще медвежатки маленькие совсем? Конечно, надо. Первый осмотр детским ортопедом ребенка должен состояться не позже, чем месяц его жизни. Вот месяц ребенку исполнилось, обязательно должен осмотреть ортопед. Ну вот все хорошо, дальше в год смотрели, все хорошо. Полгода, год. И потом регулярно, раз в год как минимум. Вот у детей от 5 до 7 лет даже можно показываться два раза в год, потому что идет бурное формирование кустно-мышечного скелета. Дети растут, и тогда могут быть какие-то проблемы. Поэтому я считаю, что сейчас при нынешнем развитии здравоохранения, медицины, мы все живем в урбанизированных условиях. Доехать с одного места в другое вообще не проблема. Я думаю, что многое зависит от нас с вами, от того, как мы будем формировать наших детей. Самое элементарное – выходные. Встали, пошли, погуляли, на хоккейную коробку сходили, на баскетбольную. Сейчас ведь в каждом дворе что-то есть, и действительно ситуация меняется. Иногда вот я рано утром выезжаю по выходным, бывает такое, да, я смотрю, наше старшее поколение на эти тренажеры раз-раз-раз ходят там. Это очень приятно. И правильно делают, абсолютно правильно делают. Есть ли все-таки рекомендации и секреты, как сохранить молодость и здоровье, и себя чувствовать, несмотря на возраст, все равно молодым, активным? И чтобы было это желание пойти на тренажерах во дворе что-то сделать, пойти куда-то на танцы, на спорт, чтобы вот сохранилось это чувство? Ну, я думаю, что все эти секреты мы с вами сегодня проговорили. Ну, давайте подытожим. Настрой внутренний, то есть должны быть положительные эмоции у человека. Во-вторых, это все-таки физическая активность, человек должен двигаться. Ну, и мы сегодня, может быть, в меньшей степени затронули, но должно быть питание, забалансированное питание. Я думаю, что это наиболее такие важные составляющие, которые помогут нам сохранить свое здоровье, не просто здоровье, а активное долголетие. И вместе с тем, мне кажется, еще очень фактор такой, чтобы мы чувствовали востребованность друг друга. То есть это уважительное отношение друг к другу, и, конечно же, чтобы мы понимали, что мы нужны обществу, нужны близким своим людям, чтобы было желание сделать что-то хорошее. Ну, я хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо вам большое, что вы пришли, что вы задали свои вопросы, вы сказали свое мнение. Хочу поблагодарить Николая Станиславовича, что вы рассказали, что вы ответили на наши вопросы. Хочу вам пожелать благодарных пациентов, чтобы они выполняли ваши рекомендации. И нашим телезрителям хочу пожелать, чтобы вы обращались к специалистам, чтобы следили за своим здоровьем, ну и смотрите программу «Мысли вслух». Спасибо большое, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»